МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Привет-привет! Меня зовут Света, и сегодня я снова в компании Егора и Александры. Важная информация для тех, кто пока еще не видел нашу программу. Мы с ребятами находимся в стране безопасности, где учимся простым правилам грамотного поведения буквально в любой ситуации. А еще у нас конкурс. Для каждой команды он длится 4 дня. Сегодня у ребят уже третий этап соревнований. Так что, Егор, Александра, половина пути пройдена, и я предлагаю незамедлительно приступить к первому испытанию. Это будет загадочный кроссворд. Я буду вам загадывать загадки, а отгадки вам необходимо будет вписать в кроссворд. По цифре 1 первое слово, отгадка. По двоечке 2 и по тройке 3. Чтобы вам немножко облегчить задачу, я в первые буквы вам впишу. Первые буквы, отгадки. Так, так и вот так. Вот вам будет легче разгадать мои загадочки. Так и вот так. Буква У, буква П и буква С. Итак, каждый правильный ответ и быстрый ответ будет стоить 4 фишки сегодня, ребята. А просто правильный ответ 3 фишки. Итак, ребята, давайте подойдем к стендам и начнем отгадывать загадки. Итак, первая загадка. Слушаем. Трудно без него прожить. Всем он может услужить. От платков до штор и брюк. Все погладит нам. Пишем молча. Не забывайте, что на скорость задание. И без ошибок нужно. Умничка. Так, спросила без ошибок. Егор быстренько исправляет К на букву Г. Итак, Александра, за правильный и быстрый ответ у тебя в коробочке, оказывается, 4 фишки. Молодец. А тебе, Егор, 3 фишки. В следующий раз, если допустишь еще хоть одну ошибочку, я тебе сниму за ошибки баллы. Следующая загадка. Четыре синих солнца у бабушки на кухне. Четыре синих солнца горели и потухли. Поспили щи, шипят блины. До завтра солнца не нужны. Щи приготовились на этих солнцах. Не подглядываем, думаем самостоятельно. И блинчики бабушка пожарила на этих солнышках. Четыре солнышка. Егор молодец. И Александра тоже догадалась. Но зато в этот раз за скорость у нас получает Егор четыре фишки. Молодец. Четыре и три у Александры. Хорошо. Итак, последняя, третья загадка, ребята. Будьте внимательны. А щечки трутся дочки, превращаясь в огонечки. И любая из сестер может вспыхнуть, как костер. Не подглядываем. Время есть. Исправляем ошибки. Что за такие сестрички трутся, а потом может в костер превратиться. Огонек появляется. Ну, Егор. А щечки трутся дочки, превращаясь в огонечки. И любая из сестер может вспыхнуть, как костер. Первая буква С. Вторая буква известна ПС. Пи. Ну, давай. Ну что, Егор, не знаешь отгадку? Так, значит, фишки ты не получишь, а отгадку все-таки запиши, Егор. Спички. Спички. Конечно, спички. Присаживайся, Александра. Егор тоже присаживается. Александре четыре фишки за правильные ответы быстрые. А Егор будет догонять Александру в следующем конкурсе. Ну, огорчаться не стоит, потому что ты же до этого целые два дня хоть чуть-чуть долидировал, поэтому старайся догнать Александру. Ну что ж, ребята, первый конкурс позади. И сейчас встреча состоится с нашим хорошим знакомым, детским доктором Артемом Витальевичем. Он уже готов с нами пообщаться. Ребята, привет! Здравствуйте! Я очень рад нашей новой встрече. Сегодня я хочу продолжить тему, о которой мы говорили вчера, и поговорить о нехватке витаминов в нашем организме. Вы уже знаете, что такое состояние человека называется витаминозом. Но говорить мы сегодня будем не обо всех витаминах, а только об одном – о витамине А. Он очень важен для роста и развития всего организма, для поддержания здоровья кожи, для здоровья глаз. Недостаток витамина способствует сухости кожи, ее шелушению. Профилактика и лечение авитаминоза А напрямую связана с обеспечением полноценного питания. Ребята, а вы знаете, в каком овоще содержится больше всего витамина А? Морковки! Правильно, морковь. Ребята, а для того, чтобы наш организм был богат витамином А, следует употреблять такие продукты, как морковь, шпинат, салат, лук, морскую рыбу, пшеничную кашу, а также черную смородину, абрикосы и крыжовник. А на сегодня это все. Берегите себя и будьте здоровы! Вот и третий наш конкурсный день подходит к своим завершению, но впереди еще одно решающее испытание. Оно называется «Руки, головы, хвосты». Тому из вас, кто внимательно слушал Артема Витальевича, будет очень легко справиться с задачей. Итак, ребята, я буду вам читать фразу. Если вы считаете ее правильно, если вы согласны со мной, то вам необходимо будет кивать головой и вилять хвостиком. Вы должны будете представить, что у вас есть хвостик и повилять. А если вы со мной не согласны, то нужно будет отрицательно качать головой и руки спрятать за спину. Ну что, все ясно? Да. Давайте мы с вами потренируемся, чтобы наверняка я видела, что вы все знаете. Вставайте, стоя будет вам легче выполнять. Вот там рядышком друг возле друга становитесь. Итак, ребята, дайте знак, если вы со мной согласны. Вы согласны. Показывайте, что вы со мной согласны. Хорошо. Если сложно, то можно сначала качать головой, а потом вилять или ручки прятать. Но отлично, если вот так вот одновременно получается. Итак, ребята, каждый правильный ответ – это три фишки плюс одна тому, кто быстрее выполнит. Даст мне знак, что он согласен или не согласен. Ну что, начинаем? Тогда слушайте мою фразу. Витамин А необходим для роста и развития всего организма. Егор, я поняла, что ты согласен со мной, да? Ты со мной согласен? Но нужно было качать головой вот так, а ты вот так, отрицательно. Но я тебя засчитаю, просто первый раз я видела, что ты знаешь, как правильно. Вот так головой, если согласен, и виляешь. Хорошо. Итак, одновременно вы сделали по три фишки, значит, я каждому из вас дам. Так, следующую фразу слушаем. Витамины и таблетки – это одно и то же. Правильно. Но Егор был быстрее, он зарабатывает четыре фишки, и три фишки зарабатывает Александра. Хорошо. Ребята, действительно, это не одно и то же. Витамины содержатся в продуктах питания и предназначены для профилактики болезней. Итак, следующая фраза. Больше всего витамина А содержится в моркови. Хорошо. Правильно. Одновременно стали реагировать кто как может. Но главное, что реагировали. Молодцы. И еще одна фразочка у меня остается для вас. Слушайте внимательно и реагируем быстренько. Правильное питание и спорт – залог здоровья. Хорошо, присаживайтесь. Четыре фишки снова в копилке. Слушайте, у вас сегодня так много, что я думаю, вы будете сейчас долго их считать. Ну, собственно, к этому вы сейчас можете и приступить. Считайте фишки за третий конкурсный день, сколько вы заработали. Считайте фишки за третий конкурсный день, сколько вы заработали. Собственно, день у нас заканчивается со счетом у Александра 25 фишек, у Егора 22. Отрыв небольшой. Завтра финал, ребята, и там стоить ваши правильные ответы будут очень дорого. И будет возможность либо победителю конкретно еще вырваться вперед, либо очень сократить отставание того, кто на втором месте. В общем, готовимся и встречаемся завтра. До встречи в стране безопасности. Пока-пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»